Здравствуйте, уважаемые дачники! С вами я, Ольга Вишневская, и наша передача «Удачи на даче». Сады цветут, груши благоухают, урожай должен быть просто неимоверным. Но сегодня мы с вами будем разговаривать про сорта карликовых груш. Бывают они или все-таки мы можем как-то сами ручками сделать карликовую грушу? Сейчас немножко поподробнее. Вот здесь у меня сорта груш, которые я сажала, вот это, наверное, лет 7, либо 10 назад. Это мои самые первые два дерева. Просто Мария и груша Чижевского. Смотрите, обратите внимание, что сорт Чижевского, он ранний сорт. Груша небольшая, но они все груши на семенном подвое. Что это означает? Это означает, что наши фермера вначале из косточек сеют посадочный материал дикой груши, а потом ставят культурную прививку, так называемый пенек, как мы говорим нашим покупателям, о том, что нельзя заглублять вот этот пенек. Они ставят эту культурную грушу и выгоняем маленький дубчик. Неважно, какого он размера, маленький или большой, но, как я считаю, что чем меньше саженность, тем быстрее и лучше приживается. Самое главное – смотреть корень. У нас в этом году были вот такие игрушки, вот с такой корневой системой. Но там тоже были свои нюансы. Значит, смотрите, ранние сорта груш зацветают раньше, поздние сорта груш – вот здесь вот просто Мария, всеми любимая, самая, наверное, такая крупная груша из тех груш, которые я видела. Очень сочная, сладкая, но, к сожалению, очень мало лежит. Но если большая семья одной груши вам, как посадочный материал, груши самой, дерева, вам хватит вот так, вы съели и забыли. Но если вы хотите похоронить просто Марию и немножко увеличить ей сроки потребления, то, конечно, просто Марию надо снять пораньше, в зеленом цвете, не в желтом, а в зеленом. Как это определить? Вы можете при разрезе груши разрезать ее и посмотреть на косточку. Если косточка светлая, то есть груша незрелая, вы ее снимаете, ложите, и она потихоньку-потихоньку начинает дозревать. Соответственно, если в тепле, она дозревает быстро, ну а если в холоде, соответственно, потребление нашей груши увеличивается. Все знают просто Марию, ее очень хвалят и любят, да я сама люблю эти груши, Ну, мы съедаем большинство. Груша – один из наиболее распространенных и любимых фруктов не только в нашей стране, но и по всему миру. Существует более трех тысяч разновидностей груш. Дары богам – так называли груши в Древней Греции. Она являлась священным фруктом и приносилась в жертву греческим богиням Афродите и Гере, римским богиням Венере и Юноне и Помоне – богине плодородия. Груша была действенным средством в борьбе с укачиванием во время морских походов. Опять же, груша на семенном подвое, то есть я где-то метр восемьдесят пять, груш, ну, наверное, метр четыре. Ну, опять же, я ежегодно обрезаю вот такие стволы и просто делаем срезы для того, чтобы грушу собирать чуть-чуть пониже. Вот здесь проще собрать грушу, чем лезть туда выше. Но мы все помним давным-давно нашу передачу про распятие груши в разные стороны. Вот она. Это мои две следующие груши, которые я посадила в один год. Сейчас немножко отодвинусь. Смотрите, вот эта груша. Эта груша десертная, рассашанская. Была посажена в один год вот с этой грушей. По-моему, она масленичная была у нас, масленичная осенняя. Как-то не помню, написано у меня там, не помню. Что получается? Если кто помнит и следит за нашими передачами, мы ее распяли в разные стороны. То есть сделали такую, как ампельную. Она все равно идет вверх. То есть вот эти вот проводники, которые ее должны тянуть вверх, они все равно идут вверх. Но посмотрите, насколько она маленькая. Но по возрасту груш посадок – это одно и то же. Вот есть груша, которая была посажена в прошлом году. И я из нее пытаюсь вырастить эксперимент. С удовольствием поделюсь им с вами. Что я сделала? Это был однолетний саженец. И я его положила и привязала вот к такой трубе. Вот такая труба была вбита. Она привязана исключительно веревками. У нее начались боковые побеги. И в этом году я опять же таки привязала к этим веткам на веревке. Не знаю, конечно, что с этой грушей получится, но я надеюсь, что я вам об этом обязательно расскажу. Мое наблюдение такое, что на этой груши намного больше соцветий по сравнению с той, которая растет вверх. То есть здесь мы ее открыли. Солнце попадает на всю площадку. И урожай в этом году будет шикарный. Единственное, что я сейчас боюсь, вот это место, вот это вот место, чтобы ее не поломало. Вот это вот. Видите? Вот, если кто помнит, мы привязывали на палочки. Вот палочки еще остались. Вот веревочки эти остались. Мы ее в разные стороны раскладывали. И так оставляли на полтора года. Урожай уже был, но он был небольшой. Конечно, сразу в первый год у нас не будет ведра груш. Но хотя бы 2-3 грушки вы, конечно, съедите. Поэтому не бегайте по рынкам и ярмаркам, не ищите низкорослые сорта груш. Можно это сделать своими ручками. При помощи нашей передачи мы всегда поможем, подскажем, потому что экспериментируем мы с вами вместе. Интересным открытием садоводов является то, что плоды груши спокойно приживаются на дереве рябины. Это объясняется тем, что в отличие от груши, рябиновое дерево весьма неприхотливо. Плод сохраняет свой привычный вид и форму, а вот вкус приобретает терпность. Всем известен титрусовый фрукт – бергамот. Но мало кто знает, что свое имя он получил в честь одного из сортов груши с одноименным названием. Немножко расскажу про, как омолодить старый сад. Я не сторонник того, чтобы старые сады вырезали. Они все-таки посажены нашими дедами, прадедами. Лично у меня в саду старые яблони садил еще мой дедушка. Поэтому я всегда сторонник, давайте омолодим, давайте как-то сохраним. Опять же, сорта как штрихель, как белый налив, его очень редко кто прививает в питомниках, но все равно они бывают. Но они все равно идут уже на полукарликовом подвое, потому что деревья уже идут низкорослые, невысокие. Смотрите, здесь у нас было большое дерево, но мы решили его спасти. Оставили вот такой небольшой отросточек. Вот вы помните, как вы покупаете саженец, да? Вот такой дубчик. То есть, в принципе, мы срезали весь, всю крону, всю крону срезали. Здесь было огромное дерево. И оставили вот этот дубчик для того, чтобы сорт этот остался, потому что это культурная яблоня. И она уже молоденькая. Единственное, этот дубчик заплодоносит на 3-4 год. Но надо будет формировать. Что это значит? Это значит, надо обрезать макушки, чтобы пошли вот эти боковые ветки. И заново вырастите. Вроде бы дереву уже там 30 лет, ну, конкретно вот этому дереву. Ну, у нас сломалось оно просто. И мы решили его убрать, чтобы оно меньше болело. Значит, мы оставили этот дубчик. Ему, дереву, 12 лет. И оставили вот такой молодой отросточек. Я, конечно, с нашей передачей будем наблюдать. Я буду вам рассказывать, как это растение развивается. В принципе, я думаю, что никаких проблем не будет. Пройдет 3-4-5 лет, а они пройдут очень быстро. И у нас, опять же, останется наш сорт зимней яблони. Тоже не помню, как называется. Но это зимнего срока созревания. Это то, что мы сняли, положили и кушаем зимой. Так что, уважаемые дачники, прежде чем хвататься за бензопилу, надо хорошо все взвесить. Может быть, для того, чтобы не тратить деньги при покупке какого-то саженца, может все-таки спасти то, что есть. Знаете, как говорят? Что имеем, не храним, что потеряем, плачем. То же самое и здесь. Всегда старайтесь оставлять то, что вы любите, к какому вы сорту уже привыкли. Тем более, старые сады, они более долговечные, чем вот эти на полукарликовом подвое. Они немножко дольше живут. А карлики вообще 10-15 лет, и все, они погибают. Так что, следите за нашими передачами. Вот такое омоложение дерева. В принципе, я думаю, что у нас все получится. Третье июня. Эффективные посадки однолетних и многолетних цветов, роз и декоративных кустарников. Четвертое июня. Рекомендуется борьба с болезнями, вредителями и сорняками. Пятое июня. Следует провести покос. Шестое июня. Благоприятный день для посева газонной травы, укропа, перца горького. Седьмое июня. Следует провести посынкование томатов, формирование плетей, огурцов. Восьмое июня. Хорошее время для посадки однолетних цветов, декоративных кустарников и роз. Девятое июня. Рекомендуется посев цветной капусты среднепоздних сортов, кальраби, шпината позднеспелого. Сейчас такая пора, что мы уже отсадили картофель, отсадили помидоры, огурцы. И надо поговорить о том, как украсить свою дачу, чтобы в летний период времени было красиво, комфортно и меньше забот и хлопот. Немножко поделюсь небольшими секретами, что надо делать. Сегодня рассказ об ампельных растениях. Я вам покажу ампельную вербену, лабелию, бакопу, будра и всеми любимая петуния, либо сурфиния, либо потуния, еще и скалибрахуа. Но самое главное для ампельных растений – это прищипка. Чем больше вы их стрижете, тем красивее куст. У меня в этом году, до конца ноября, цвела петуния в кашпо. Самое главное – это выбрать правильный горшок, грунт и немножко прищипнуть рассаду. Сейчас будем пересаживать кашпо в подвесное. Ну, давайте бакопу. Бакопа – это растение. В принципе, оно считается однолетним, но мы его сохраняем для того, чтобы это был наш маточник, с которого потом мы режем черенки. Ну, конечно, если мы высадим вот в таком вот виде, она так и будет давать вам плети, а должна быть красивая белая шапка вот таких вот небольших цветочков. Бакопа бывает махровых сортов, бывает розовая, голубая. Первый черенок мы прищипываем сверху. Вот он, черенок обрезали. И из этой пазухи пошли ветки. Как мы себя стрижем любимую, так и мы стрижем каждую веточку. Каждую веточку мы прищипываем. Субстракт у нас, как обычно, универсальный грунт. Там есть уже добавки, но не забываем о том, что мы все равно подкармливаем растение, так как это однолетнее растение. Вначале мы должны давать больше азота. Фосфор, калий – это, само собой, микроэлементы. Когда уже начинается сформированный красивый куст зеленый, но бутонов нет, мы даем больше азота. Как только уже начались вот эти закладываются бутончики, мы сразу даем больше калия. Бокопу пересаживаем. Ой, корневая система уже все требует, требует. Пересадки. Одно растение на один горшок. И полили. Прищипки у нас обыкновенные. А если у вас есть тепличка, можно оставить пока в теплицу, поставить или подвесить. Как только она немножко окрепнет, вы можете вывешивать уже на постоянное место. Бокопа любит полутень. Желательно полдня солнышка утреннего, потом тенек. То же самое мы делаем со всеми ампельными растениями. Вот здесь у нас представлена сурфиния. Хотя вот есть такой новый сорт. Я в прошлом году его когда увидела, я обалдела. Всеми любимая день-ночь. Очень популярный сорт. В этом году вот в таком окрасе. Также есть потуния. Потуния отличается тем, что есть меленький цветок. То есть тут тоже уже растение готово к пересадке. Видите, что происходит? Корневая система очень хорошая. Можно уже пересаживать, но опять же таки прищипнуть. Все считают, что прищипка – это когда мы вот это отрываем, отцвевшее. Да, вы большие молодцы. Когда у нас растение цветет и, например, уже отцветает, вот это надо отщипывать именно с этой коробочкой, чтобы не формировалась семечка здесь. Вот у нас на черной петунии видно. Вот она отцвевшая. Мы вот так убираем. Если здесь открыть вам, вот эта коробочка, она формирует семечко. Но это тогда, когда отцвело. Это ничего общего не имеет с прищипкой. То есть, да, оно отцвело, вы убрали, чтобы здесь семян не было. Иначе питание растения будет уходить в формировании семян. А прищипка – это когда мы ножничками по стеблям. Вот наш стебель. Вот он. Даже если там есть бутоны, не жалея, не охая, не ахая, тихонечко все пообрезали. И вот это растение уже мы пересаживаем. Видите, корневая еще не сильно замотанная. Делаем углубление для горшка, не трогая корневую систему. Мы опять пересаживаем в кашпо. То же самое можно делать с вербеной. Вот смотрите, вот ошибка. Ошибка моя. Этот черенок был посажен в одно и то же время. Видите, какая разница? Одна с прищипкой, а другая без. Этот растет, саженец вербены, ампельный, в один стебель. А здесь уже четыре ветки. То есть, опять же, берем ножнички, это убираем. Тогда вот мы тормозим точку роста здесь, и из каждой вот этой пазухи у вас пойдут новые ветки. То же самое и здесь. В таких горшочках мы покупаем рассаду, за которой еще надо ухаживать. Вот он. Вы купили, да-да, и все цветы обрезали. Когда вы покупаете кашпо, это уже готовое, прищипнутое. Хотя вот в этом году мы места было мало, мы решили вот такие горшки посадить. И вы знаете, что очень удачно. Потому что шикарные кусты получились. Черный цвет в зимний период времени дает тепло корню. тоже хорошо. И большой плюс, когда нужно впихнуть невпихуемое в теплицу, вот мы добились того, что мы поместили то количество кашпо даже в таких черненьких горшочках в два раза больше, чем в обыкновенных вот таких белых. За что люблю лабелию. Называется «режь, доложи». Вот смотрите, нашла тут такой кустик уже сформированный. Она ползет, цветет синим, белым цветом. Смотрите, видите, пускает воздушные корни. Вот этот воздушный корень, когда вы покупаете рассаду, можно немножко ее дорасти для того, чтобы потом лабелию разделить. Вот у нас есть малюсенький корешочек, но он же есть, правильно? Мы его отрезаем от растения от маточного и убираем все макушки. И вот такой вот добавим в добавку к петуне ампины этот череночек и поливаем. А, я познакомилась вот с такой штукой, называется будра. Такая классная вещь. Можно добавить, я ее купила на рынке два года назад. Ну, значит, два года назад для себя, себе на участок. Она красивая, любит солнце, жару, солнцепек, просто висела на заборе. Было 20, наверное, 8-29 градусов жары, и у нее спускается красивый ковер двухметровый такой, с этого кашпо. Ну, значит, она висела на беседке, спустилась, спустилась до низа и, значит, укоренилась на земле уже, поползла по земле. Ну, я же человек эксперимент, думаю, что же делать? Я взяла, обрезала и оставила это в грунте. Думаю, ну, посмотри, что будет. А маточник забрала домой, как и бакопу. Бакопу тоже забираю домой. Конечно, все пережила, то есть, это растение многолетнее, в комнатных условиях, это будра. Но пришел май, июнь, уже начались сезон прополки. Я не могу понять, какая-то белая травка растет, таким ковриком красивым, пока я не узнала, что эта будра перезимовала в грунте. Я не знаю, многолетнее оно, после этого экспериментов больше не было. Но в доме будра сто процентов зимует и прекрасно черенкуется, но любит очень тепло. Если тепла нет, стоит на месте и ничего не получается у нее, не развивается. Как и лобелия пускает воздушные череночки. Вот они, видите? Вот они, вот он, воздушный череночек. Но я оставляю два. Вот он. Вот. И вот, видите, я пересаживаю вот в такие малыши. вот они. Только пересаженная была будра. И вот при вас мы сделали это, наверное, дня 4 назад было пересажено. Ну и сейчас то же самое. Мы вынимаем в кашпо и на санцепек. Это растение не боится ни ветра, ни дождя, ни солнца. Ничего такого сверхъестественного. Но только надо тепло. Потом она выпускает вот из этого вот розеточки выпускает молодой листочек. И когда уже здесь будет полностью корневая система заплетена, поверьте, это очень быстро, у будры очень быстро, вы уже пересаживаете либо в такой горшок, либо уже на постоянное место жительства в кашпо. Она вот так ползет. Ее можно направлять и как клубничку прищипывать к земле. Сортов ампельных растений в нашем, в наше время очень много, очень. Просто вот расцветки один краше другого. Но не забывайте о том, что растения любят кушать. На большие вазоны от 3 до 6 литров мы сажаем одно ампельное растение и кормим как себя любимую. И если это уже 10 литров, 15 литров, или там 25 какие-то кашко, либо какие-то бочки, смотрим так, чтобы особенно сурфиния, она друг друга вытесняет конкуренты. Лучше прищипнуть, чтобы был огромный куст, и покормить. Это менее затратно по рассаде, и кусты тогда бушуют. Как сделать так, чтобы петуния у нас цвела до ноября месяца? Рассказываю. Берем, сейчас скажу, в конце июля, да, после славянского базара, я делаю омолаживающую обрезку. Это означает вот так. Ну, будем считать, что сегодня у нас конец июля, и растение чуть-чуть худовато. Мы делаем омолаживающую обрезку, не боясь, не боясь. Это тогда, когда уже светение два месяца. Убираем все цветы. Вот, видите, цветоносики еще какие-то остались. и наблюдаем, что будет дальше. Вы опять ее прищепнули, и она вам дала еще большие кусты и цветения до конца ноября. Не бойтесь обрезать, потому что растения надо в течение одного сезона омолаживать, особенно те растения, которые вы берете в кашпо. Когда вы берете в рассаде, вы же понимаете, что вы посадили, пока она завилась, туда-сюда, время надо, месяца два. А когда вы в кашпо берете растение, оно уже у производителя росло, а потом только красота пришла к вам. Особенно такие огромные кашпо, они сразу свисают полтора месяца и превращаются в плетье в такие древесные. Их обрезаете и все заново молоденькая растет и долго-долго цветет. Черная петуния очень красивая, хотя она не черная, она бордовая. Тоже сорт очень интересный такой. Не знаю, камера передает или нет, такая темно-темно бордовая петуния, которая цветет до ноября месяца. Надеюсь, наши советы вам помогают в нашем нелегком труде. Мы будем стараться их делать больше. С вами была я, Ольга Вишневская, передача «Удачи на даче». Субтитры создавал DimaTorzok